Приветствую вас, уважаемые зрители! Сегодня у нас очередная серия Кёнигштайн. Предполагаю, судя по материалу, это предпоследняя серия, еще похоже на одну серию остался материал. Этот материал уже где-то у меня проскакивал в некоторых роликах, поэтому здесь ничего уже интересного как бы мы не увидим. Похоже, что здесь делали как раз люди такие, как мы. Почему такие, как мы? Дальше мы дойдем до ворот и посмотрим внимательно ворота. Которые очень огромные. Также, по-моему, в девятой серии я показывал мушкет, который 3 метра высотой. Причем там приклад отпиленный. И если владелец этого мушкета был, скажем, 3,5 метра или еще выше, то тут все как бы складывается. И эти ворота, понятно, почему такие очень высокие. Ну, например, если бы у меня был мушкет, то я понимаю, что если он, скажем, не по подбородок, то я еще смогу его заряжать. Если он уже выше, то это будет очень крайне неудобно. Даже по подбородок мушкет, то уже как бы не очень-то удобно. В общем-то, он где-то должен, по крайней мере, как по грудь быть, да. Поэтому, какого роста были строители этого сооружения, то можем только гадать. Ну, скажем, от 3,5 до 5 метров. Здесь мы ничего такого не видим. Сейчас я поставлю немного музыки. Ну, в принципе, вот здесь еще такие довольно высокие, непонятные сооружения. Там вот дальше мы видим заложено. В общем-то, посмотрите пока самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, мы дошли до входных ворот, которые выглядят вроде нормально. Но, как мы видим, они наполовину закрытые. И, естественно, вид совершенно другой. Дальше я войду и покажу их изнутри. И потом еще раз буду их показывать, именно когда буду идти обратно. Там будет все очень четко просматриваться. Поэтому, мое мнение, что это изначально строили гигантские люди. А потом использовали такие, как мы. И такие, как мы, естественным образом внесли сюда очень огромное количество изменений и достроек. Вот, например, как вы видели до этого лестницу, которая для меня как раз нормально подходила. Но, когда я зашел в эти ворота и посмотрел на высоту, а вот вы видите дальше вторые ворота, и там вы увидите тоже высоту. То это немножко как-то выбивает из колье, из понимания, для чего нужна такая высота. Ну, во-первых, для обороны, если высота, скажем, метра, ну, пускай будет 3, да. Или сколько, чтобы садник проехал надо. Пускай даже 4 метра. То этот коридор забить наступающими, убитыми, то есть со всех сторон, если все это простреливается, намного быстрее. Вот такую высоту забить, это просто нереально. Просто для обороны надо немножко иметь понимание. И думаю, когда люди воюют очень много, то у них понимания намного больше. Хотя я никогда не воевал, но представление имею, как это здесь могло бы происходить. Эти тела им надо вытаскивать, чтобы пройти дальше, да. И попробуйте под обстрелом, под огнем их вытащить. Просто вы туда добавитесь, так скажем. Вот эта вот высота, я не знаю, сколько здесь метров, но как вот по людям вы можете посмотреть и сориентироваться. Здесь человек, средний там, ну, 170-180 сантиметров. И сколько здесь человек можно поставить в высоту. В общем-то, в моем понимании, чем меньше проход, тем его проще защищать. Здесь, в данном месте, я себя почувствовал таким мальчиком с пальчиком. Скажу вам честно, я немножко в шоке с этого масштаба. И вот это всего лишь ворота для обороны, якобы. Очень прикольно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Вот это, чем было тут прорезано? А вот здесь текли помои. А, помои текли? Вот, смотри, видишь латынки. Ну да, особенно вот это, да? Да, так это и есть. Это же и есть соральный. Точно. Музыка. 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 Вот мы и дошли до этой комнаты, о которой я говорил, который материал я потерял. Я его нашел. Первую проводку я специально ничего не сказал. Вот на обратном пути я остановил кадр и сейчас расскажу. Дело в том, что вы видите заложенную огромную арку и эта арка выходит как раз на ту сторону, которую я показывал в первой серии. Если вы не смотрели первую серию, то вы не поймете, о чем идет речь. Это стена, где я показывал большое, огромное количество арок. И теперь представьте, если все вот такие арки были открытые. И понимаете, какой был вид. Совершенно другой. Но, естественно, если ее использовали в дальнейшем в качестве крепости, то, соответственно, их заложили людишки, такие как мы. Как бы для обороны вот такие арки не нужны. И потом, следующая уже в последней серии я покажу. Хотя там где-то кадры уже эти промелькивали. С другой стороны тоже есть подобные арки, только намного больше. Очень гигантские, огромные. Ну и которые, конечно же, тоже заложены. Вот об этом я хотел сказать. То, что я говорил, что материал потерял. И вроде бы там ничего интересного не было. Но вот сегодня посмотрел, и как тут нет интересного. А тут оказывается очень даже интересно. Смотрите дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая техника нужна, чтобы вот этот наружный лифт только приделать. Какой кран там? Причем два. Ну да, ну да. Еще раз я сюда подошел, чтобы снять эту интересную арку. Но, к сожалению, тут цепочка меня преграждает. Сколько сможем, столько рассмотрим. Непонятно, для чего вторая арка там внутри. И для чего вот эта вот здесь закладка. Что там, закрыто? Да ладно. Ну вот, опять интересная, все интересные места закрывают. Вот тут я уже ходил. Все закрыто. И здесь люди ломятся. Ручку уже обтерли всю. Каньцу трит. А почему так несправедливо? Очень нехорошо. Ну вот здесь нормально видно, что стена приделанная. Но местами это не так. Вот камушки лежат практически без раствора. Интересно. Хотя по краям вроде как бы и обрезана уже. Видно он. То ли флексом, ну да. Что-то типа болгаркой. Это уже, скорее всего, современная кладка. Смею предположить, тут, наверное, очень интересная табличка была, которую почему-то сняли и убрали, которую мы не видим. Ну, остатки вот какие-то вырезы, явно какие-то бревна сюда вставлялись. Для чего служили они, представления не имею. Ну, если только можно догадываться немножко. Вот с другой стороны еще одна табличка была. Но там уже что-то надписали. 1791 год. Но это явно не оригинал. Похоже, что там было что-то либо металлическое, либо бронзовое. Ну, какое-то такое. Вот на верху самом вы видите. Вообще интересные прорези. Как они могли служить. Да, это очень интересно. Ворота явно переделаны. Вот там вырез. Сверху он уже заложенный. Потом вот такие вроде как бы деревянные они здесь должны опускаться, штыри. Но это, видать, уже позднее. Здесь тоже переделано. Там вырезы. А сниже уже все заложено. Даже кирпичом причем. Причем кирпичом. Все, вырезах. Там окно какое-то закрытое. И все, мы вошли. Там тоже арка была сверху. Заложенная. И мы идем уже на выход. Не стало себя перебивать на этом кадре. Немножко его сместил назад. Вот вы видите, что как-то для нашего роста это все очень высоковато. Не кажется вам так? Кому что-то непонятно, я бы рекомендовал зайти на плейлист «Странная история» и начать вот эту серию смотреть с первой серии. Название «Ковчег, крепость Кунигштайн» и там первая, вторая и так далее. Это уже одиннадцатая серия. Материала получилось немало. Ну, как бы и крепость немаленькая. Я вам скажу честно, по моим расчетам, я увидел максимум где-то 20-30% от этой крепости. Если все помещения, все двери передо мной открыты, то там надо провести месяца. Я так предполагаю. Потому что там действительно столько много закрыто. Куда ни плюнь, куда ни поверни голову, везде замки висят. Последние ворота. Вернее, предпоследние. А что бы больницу-то замуровали? Зачем? Зачем? И причем они все замурованные. И причем они все замурованные. А вот бойница тут не замурованная. Но мы там не были, не попали туда, к чему-то. Или были, или нет. Слушай, там бойницы открыты, и там видно помещение. Смотри, какая у меня фотка очень, на мой взгляд, очень крутая. Мы же там не были, да, Юр? Вот за этими бойницами. Нет, а мы туда и не попадем. Почему? А вот с той стороны просто входы, и там просто и комнаты большие. Там нет, нет. Входы последние ворота. И мы идем на вольт. Еще есть? Еще есть? Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому!